так здравствуйте коллеги видно экран мы да видно видно хорошо значит начнем с самого начала начнем с регистрации на freedom финансе в чатах у меня есть моя ссылочка для участия для регистрации freedom финансе вот она вот есть free на финанс есть интерактив брокер съесть также тинькофф и многие другие брокеры но сегодня мы рассмотрим именно free на финанс как бы сам популярную для новичков самую простую значит по реферальной ссылочке по моей вы можете пройти сделать регистрацию на freedom финансе зарегистрироваться после регистрации она проходит примерно два-три дня соответственно добавим еще наш выключи микрофон у себя все я тебя выключу сам вот значит после регистрации по реферальной ссылке вас через два-три дня вам дают доступ к личным кабинетом после этого у вас доступен личный кабинет выглядит он таким образом вы нажимаете вход секунду после того как вы зарегистрировались по реферальной ссылке вам доступен личный кабинет личный кабинет выглядит следующим образом вот соответственно вы нажимаете кнопочку народ подходит значит нажимаете кнопочку торговать в первую очередь когда вошли в личный кабинет вам необходимо открыть торговую сессию безопасную сессию она открывается вот верхнем верхнем правом углу сессии безопасности вы на нее нажимаете запрашиваете пароль запрашивайте пароль после того как вы открыли сессию безопасности у вас все функции личного кабинета доступны значит первым делом вам необходимо будет пополнить счет на финансе для этого вы заходите во вкладочку кабинет во вкладочку кабинет здесь есть вот возможность пополнить картой есть возможность пополнить через сбербанк переводом карты приходит карты приходят денежные средства сразу же здесь вы пишете сумму любую нажимаете оплатить откроется окошко пароль и смс ки от банка значит до 350 тысяч можно пополнить за раз без комиссии через счет банки можно любую сумму но дождать там минимум сутки пополнения денежных средств после того как вы пополнили денежные средства открыли торговую сессию соответственно вы можете у вас будет на счету в профиль вы заходите в профиль у вас будет на счету будет здесь ваша сумма у меня сейчас здесь минус из-за комиссий у вас вас будет соответственно ваша сумма пополнения в рублях именно в рублях извини перебью у меня почему-то заставка седьмой символ ворта ли счет документы экрана не видно вот только показываю я вас понял сейчас секунду да у меня тоже привет гляб у меня такая же фигня видно да отлично то есть телефон например зашел в левом нижнем углу надо нажать галочку войти через интернет тогда откроется звук я пытался не получается меня не получается почему-то в чат написать они не слышат же сейчас так подожди сейчас личный кабинет открыт видно вот сейчас уже видно 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 сейчас видно да хорошо ничего не было видно я вас понял тогда сейчас начнем сначала обратно значит смотрите прошли по ссылочке по реферальной ссылочке регистрацию после регистрации сейчас мы выйдем обратно у вас вы заходите в личный кабинет трейдер нет нажимаете вход в систему вход в систему вы зашли в личный кабинет виден он всем правильно да да видно видно и отлично значит первым делом мы заходим во вкладочку торговать торговать для того чтобы открыть безопасную сессию без открытия безопасности ничего в личном кабинете сделать нельзя будет находится на во вкладке торговать верхнем правом углу вот сессия безопасности нажимаем на нее запрашиваем смс с паролем она приходит на номер телефона который вы указали при регистрации после того как сессия безопасности открыта вот они пишут что сессия безопасности успешно открыта вот заходим во вкладку кабинет именно это все для тех кто только только зарегистрироваться кто еще ничего не знает ничего не умеет заходим во вкладку кабинет здесь денежные средства есть пополнит или картой или счет через счет банки карты можно пополнить 350 тысяч рублей за раз без комиссии платежей можно сделать два три и так далее на ту сумму на которую вы хотите но за раз не больше 350 тысяч рублей после того как вы пополнили денежные средства вы заходите вы заходите в вкладку профиль вкладку профиль во вкладке профиль у вас будет вот валюта во первых чистые активы будут деньги и во вторых в рублях сейчас у меня здесь минус 16 рублей это у меня комиссии сожрали но у вас будет сумма та которую вы именно пополнили вот после пополнения денежных средств вы заходите во вкладку у вас будет счет именно пополнен в рублях вы заходите во вкладку торговать опускаетесь в самый самый низ у вас он будет намного меньше и вот здесь у вас будут ваши денежные средства та сумма которая у вас на которую вы пополнили но вся торговля происходит у нас в долларах так что ж такое народ подвалит в долларах поэтому вам необходимо первым делом для начала работы сделать обмен нажимаете кнопку обмена против долларов купить соответственно вы покупаете столько долларов сколько у вас на балансе или же нажимаете просто кнопку максимум и он вам посчитает сколько у вас доступно к покупке долларов с вашей суммы после того как вы купили доллары у вас будет значит на балансе у вас будет на балансе 0 в рублях а в долларах наоборот вот 337 долларов или там ваша сумма будет вот с этим мы разобрались то есть это самое базовое такое понятие как вообще пополнить и как начать работать на фридом финансе после того как вы пополнили денежные средства поменяли их на доллары у нас соответственно начинается сама работа работать на фридом финансе можно работать на бирже можно несколькими способами первое это составить портфель для ленивого инвестора то есть мы туда помещаем самые крупные компании которые находятся в основном все 500 которые будут расти по-любому они будут расти медленно у вас будет примерно 15-20 процентов годовых это вот как бы купил забыл долгосрок и не паришься не работаешь туда же входят голубые фишки туда же входят компании которые платят дивиденды у меня статья была в нашей группе вконтакте компания которые платят дивиденды там и американские и российские то есть это опять же купил и забыл получаешь дивиденды ежемесячно и акции растут вот но как бы мы не про это наша другая задача мы торгуем соответственно первое это по сигналам второе это покупаем акции под отчет который будет на ближайшую неделю третье это у нас айпио ну и для кто же как говорится по опытнее это уже будет скайпинг и торговля на новостях начнем с первого с сигналов я выкладываю в группе сигналы вот соответственно ваша задача взять опять же здесь есть нюанс разделение на две категории первое это у кого есть статус квалифицированного инвестора у кого нету если статус квалифицированного инвестора нету то соответственно вам нужно смотреть чтобы акция была доступна на бирже спб то есть вы копируете акцию заходите в себе в личный кабинет и вот у вас окошко видите тикер тикер это название акции вот она доступна видите только US видно всем? да ага вот US то есть эта акция доступна только на рынке США неквалифицированный инвестор ее купить не может соответственно вы ее пропускаете вам нужно найти акции которые доступны на питерской бирже например я в последнее время начал делать пометку SPB SPB это значит акция доступна на питерской бирже вы ее копируете вставляете в окошко вот есть US это значит ее можно тоже купить на рынке США и есть SPB ее можно купить на нашей питерской бирже разницы нет никакой это одна компания одна фирма одна цена ну просто доступна и там и у нас вот значит если у вас есть квалифицированный статус квалифицированного инвестора вы покупаете все акции US они проще их проще отслеживать и не мешают соответственно неквалифицированный инвестор покупает SPB с окончанием SPB а квалифицированный инвестор покупает US вот значит статус квалифицированного инвестора можно получить у нас есть в группе коллега наш там Михаил он делает обучение как бы формальное но статус вы получаете официальный он есть на центробанке вы его можете отследить его потом загружаете заходите в кабинет в кабинет статус квалифицированного инвестора можно получить несколькими способами первое это показать что у вас на счету на вашем счету в Сбербанке в любых других банках в совокупности есть доход более то есть есть деньги более 6 миллионов вы справки собрали со всех банков показали что у вас есть 6 миллионов предоставили блокеру и он вам даст статус квалифицированного инвестора вот или же пройти обучение получить именно корочку статус квалифицированного инвестора и вот в настройках счета есть вкладка квалифицированного инвестора сюда вот вы загружаете вот у меня уже он пишет что у меня есть а у вас будет кнопочка загрузить сертификат или же выписки с банковских счетов и соответственно вы получите статус квалифицированного инвестора там в течение опять же 3 дней примерно 1-3 дня они делают после того как они вам подтвердили статус квалифицированного инвестора вы можете через сутки торговать уже с акциями через сутки активируется он не моментально вот с этим понятно что у нас идет разделение можем мы секунду значит да ссылочку на Михаила я сброшу там в чате напишите он вам ответит он есть и в телеграме у нас и в контакте вот значит если вы не хотите получать статус квалифицированного инвестора не хотите на него тратить деньги то вы можете открыть счет у американского брокера интерактив брокерс у него статус квалифицированного инвестора не нужен вам будет доступен сразу весь рынок США всех бирж все привилегии и доступы но есть ограничения по сумме то есть если у вас сумма от двух тысяч долларов до 25 тысяч долларов то соответственно вам доступна торговля только вот грубо говоря по сигналам то есть не больше пяти сделок в неделю это как бы требование американского Минфина вот к брокерам и брокерской деятельности то есть у вас должен быть статус от двух тысяч долларов до 25 тогда у вас будет до пяти сделок в неделю то есть купли-продажи акций как бы если не часто торговать то этого как бы достаточно если вы хотите получить полный функционал то вам нужна сумма от 25 тысяч долларов на счету и эта сумма должна быть не снижаемая соответственно если просадка акций происходит сумма становится на балансе меньше 25 тысяч долларов соответственно у вас опять ограничения то есть эта сумма должна быть не снижаемая она должна быть выше тогда у вас будет доступен весь функционал это во-первых без ограничений торговля второе это торговля днем возможно третье это доступное плечо 1 к 4 четвертое это доступно шорт то есть вы можете продавать акции не только на повышение покупать но и на понижение покупать вот то есть и вы можете торговать соответственно без ограничений в течение любого количества раз вот но опять же при регистрации на интерактив брокерс есть там выбор счета это маржинальный счет или же кэш счет денежный счет денежный счет вам у вас будет тоже ограничение вот вы можете после того как сделали оборот денег купили акции продали эта сумма акции которую вы продали она будет доступна только через два дня то есть у них правило t плюс 2 сделка прошла прибыли вы не получили вы ее получите только через два дня для того чтобы это обойти вам нужно подключить маржинальный счет вы будете использовать на эти два дня средства брокера вот это без комиссий единственное чтобы данная сумма не превышала вашего лимита по портфелю в противном случае будет отдельная комиссия и проценты накладываются на то что вы используете средства брокера то есть к нему в карман не лезть но это как бы отдельная статья это отдельная история это я сделаю вам отдельный вебинар по интерактив брокерс там как бы очень долго возвращаемся к freedom финансов значит выбрали мы сигнал выбрали опять же квалифицированный инвестор покупает не квалифицированный покупает значит сбоку у нас появляется вот справа окошко купить цена акции купить продать мы покупаем покупаем там количество какое-то определенное можем купить он будет рассчитывать по тому балансу если вы нажимаете кнопку максимум он купит вам на весь полностью баланс то есть вам нужно выбрать количество которое вы готовы купить данных акций нажимаете выставить приказ и приказ уходит сейчас суббота сессия не работает вот поэтому приказ не исполнится но в будние дни торговая сессия начинается работает она с понедельника по пятницу каждый рабочий день начинается на торговле с 5-30 дня вечера по московскому времени до полуночи в остальное время сессия не работает именно у российских брокеров в америке вот на интерактив брокерс при балансе больше 25 тысяч долларов можно торговать и днем в том числе вот значит вы купили акцию вы купили акцию и она у вас появится соответственно вот тут в окошечке внизу давайте рассмотрим вариант самый верхний на брдмра вот соответственно вы купили здесь пишется количество какое количество у вас этих акций цена входа сумма акций и соответственно дальше уже текущие текущая цена по рынку и дальше изменения значит здесь крайне получается зеленая или красная будет крайне вот проценты это показать рост акции то есть прошло пару дней она может просесть будет красным и может быть вырасти здесь написано рост потому что есть сигналы по целям по цене акции то есть вот она цена 665 на данный момент я заходил по цене 5,3 5,1 сейчас цена 6,6 то есть есть цели которые я отмечаю именно до какой цены должна акция дойти именно в цене а есть сигналы сейчас не найду есть сигналы которые в процентах соответственно в процентах это вот здесь вы отслеживаете когда цена соответственно акция доходит до цены и до процентов вы ее продаете есть сбоку вот где нет нет это стоп лосс и take profit стоп лосс это ставить ограничения чтобы акция при просадке не ушла ниже грубо говоря если цена акция проседает и куда он вернулся пропал мая бы плане понятно куда ладно так вот если цена проседает то соответственно можно поставить ограничение 1 процент 2 процента 3 процента и так далее то есть то количество которое вам не жалко потерять вот я я не рекомендую ставить стоп лосс на моих сигналах почему потому что по статистике которая есть в группе я ее выкладываю ежемесячно все сигналы выходят практически в плюс 85-92 процента выходит в плюс в течение этого там ближайшего времени максимум месяца остальные 8 процента приходит на следующий месяц вот но почему не рекомендую потому что бывает новостной фон меняется что-то какие-то волнения на рынке происходит акции вот по сип 500 по индексу сипит они начинают проседать падать и соответственно тянут все тянут все акции за собой вниз из-за того что бумага говно и падает а из-за того что именно на восстанове фон плохой вот это раз второе бывает такое что не нечестные российские брокеры очень часто freedom финанс альфа банк эти брокеры работал не пробовал они делают такую штуку сейчас вам покажу вот такую штуку видно картинку? не снова так а почему приостановилась почему приостановка опять так 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 а сейчас видно? да да сейчас можно встало ходить смотрите брокеры делают так кто тут рисует не рисуйте пожалуйста брокеры делают вот такую штуку то есть видите скачок цена идет вверх 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 все хорошо а под конец торговой сессии или под начало они делают резко вниз видите резко вниз это не акция упала не видно Глеб не видно ничего блин что такое так сейчас секунду так видно да? так видно да да так видно да то что мышка ходит у тебя по рабочему столу это видно так а сейчас табличка видно? нет нет не видно табличка просто сейчас 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 так вот так видно график? да видно вот смотрите соответственно акция идет вниз потом вот мы зашли грубо говоря вот на этом моменте внизу и начинается идти вверх заканчивается торговая сессия и многие брокеры которых я перечислил они делают такую штуку вот вниз резко сбиваются все стопы то есть у вас акция продается в убыток а потом раз вверх то есть вы там заходите акции в данный момент в портфеле нету что за фигня? а потому что многие брокеры ее сбили стопом и потом вернули цену обратно вот такая вот хрень я вот замечал есть у БКС у Тинкова даже есть у Freedom Finance я ей много раз писал в техподдержку что такая вот херня происходит нездоровая то есть я жду акцию она может даже во Freedom Finance вот сейчас недавно с ними ругался я покупаю акцию и акция растет в данный момент но у них в портфеле она с минусом и с большим минусом 25% 30% я как бы начинаю переживать что за фигня начинаю разбираться заходите в какой-нибудь сторонний сервис инвестинг например и любой и смотрите эту акцию на бирже вы видите что она в плюсе а у Freedom Finance она в минусе тем самым он может сбить вам он может вам сбить стопы поэтому стопы не ставьте не рекомендую ставить стопы можно ставить на каких-то своих прогнозах если кто-то там сам ставит прогноз или где-то что-то услышал или еще что-то или где-то есть сигнал и указан стоп то есть акция может пойти вниз тогда стоп ставьте но в других случаях стоп лучше не ставить так сейчас я открыл личный кабинет видно его? да что такое стопы стопы это вот стоп лосс стоп лосс это чтобы цена не ушла вниз вы регулируете то есть приостанавливаете можно выставить стоп лосс сейчас я покажу вот нажимаете на кнопку нет нажимаете на кнопку нет вы можете поставить по цене то есть сейчас акция стоит сейчас посмотрим вот сейчас акция стоит 19 долларов мы ставим обычно стоп лосс или тэк профит на моменте входа на моменте входа цена стоила 18.75 когда я ее купил выставляю стоп лосс вы можете поставить чтобы например цена стоила 18 чтобы она не упала ниже этой цены то есть я готов потерять грубо говоря получается 12 долларов падение цены на 5 процентов то есть цену можно выставить стоп лосс или в денежном эквиваленте или в процентном эквиваленте вот и тогда если цена будет акция будет падать вниз и дойдет до цены 18 долларов или же 5 процентов с половиной терминал продаст в автоматическом режиме данную акцию и избавится от нее вот но опять же из-за того что я вам рассказал я не рекомендую ставить стоп лоссы дальше с этим понятно со стоп лоссами разобрались? да отлично что они вот это вот сбрасывают вниз еще раз вопрос как вот это выявите вовремя что они сбрасывают вниз как этого избежать это во первых не ставить стоп лоссы во вторых отслеживать акцию если вы видите что акция упала вниз прямо вот ушла ну на дно зайдите на сайт investing.ru посмотрите вот сейчас я вам покажу финансовый портал investing вы купили акцию грубо говоря верхнюю мы берем вот она верхняя вы ее включаете и смотрите то есть цена сейчас 19.05 после закрытия тоже была 19.05 заходим 19.05 видите все верно но бывает такое что здесь пишет плюс и она в плюсе а здесь она соответственно в минусе в глубоком минусе вот если такое происходит то пишите претензию фридов финанс в техподдержку они тогда подправят котировки у них такая хрень бывает вот и за это можно их привлечь даже к ответственности если у вас сбились стопы по причине именно брокера из-за их технической ошибки вот то есть их можно привлечь и они вам компенсируют убытки вот поэтому как бы это длинный сложный процесс но как бы он возможен поэтому имейте ввиду но лучше стоп-воссы не ставить дальше значит соответственно не ставить если я пишу в сигнале стоп-восса да его поставьте если сигнале стоп-восса нету то соответственно их можно не ставить проблем нету нет проблем нету я работаю с фридом финанс уже третий год с вводом и выводом нету то есть я работаю с большими крупными суммами у меня несколько кабинетов серьезных людей и своими деньгами и сквачно у нас есть то есть выводов и проблем нету выводят в течение одного-трех дней первый раз могут выводить в течение трех дней второй раз и третий последующий они выводят уже очень быстро могут вывести обратно вам на карту на счет можно забрать у них в кассе у них есть свои банки в крупных городах можно забрать у них в кассе наличкой даже в валюте что очень как бы тоже плюс вот негатив пишут везде как бы его хватает есть технические проблемы во фридном финансе это да это как бы боль проблем с деньгами не возникало никогда я знаю что вот есть брокер QBF по-моему там что-то такое вот я с ним не работал ни разу но вот у них вывод в течение 20 а минимум через 20 дней и у них там возникают проблемы вот там я как бы читал видео но я с ними не работаю не знаю могу утверждать в фридном финансе я как бы много лет уже работаю как сказал уже проблем с деньгами ни разу не возникало даже с крупными суммами вот если я закрываю счет кому-то из инвесторов вывожу всю сумму полностью с прибылью это может достигать несколько миллионов рублей проблем нет абсолютно никаких все приходит вовремя четко значит дальше смотрим у нас есть следующая позиция take profit это закрыть позицию автоматически в случае ее прибыли то есть если я написал сигнал так где он тут вот если я написал акцию она может расти до сигналов 8 долларов до 8 долларов вырасти до 12 до 17 вы можете закрыть на первой цели вы можете закрыть на второй цели можете дождаться третью цель можете закрыть если она подрастет на 5 процентов всего на 10 процентов это ваше решение вот я пишу как бы до какой цели она дойдет может дойти если что-то изменяется на рынке я пишу что акцию закрываем фиксируем прибыль скидываем вот но в большинстве случаев она доходит первая цель обычно быстро вторая цель там тоже быстро до середины может цели дойти быстро следующие цели последующие уже идет плавный медленный рост соответственно для того чтобы хватало вам денежных средств в обороте вы можете продать ее там грубо говоря на середине у вас появятся деньги свободные плюс прибыль и вы можете положить следующий сигнал который вам принесет прибыль быстрее быстрее вот значит take profit еще раз эти цифры через штрих через кашу и черту это стоимость или процент роста нет это именно это именно цена то есть возьмем например сейчас вот первую акцию сверхнюю по сигналу найдем ее вот она доступна на рынке сша сейчас вот она стоит вот сейчас данный момент ее купить она стоит 5.40 5 долларов 40 центов сигнал я пишу соответственно она дойдет до 8 долларов потом до 12 долларов потом до 17 долларов дойдя до 8 долларов это не значит что она пойдет прямиком до 12 она может просесть она может дойти до 7 долларов обратно вернуться и потом пойти умеренно вверх до 12 опять же потом она может не пойти до 17 Она может опять просесть, потому что рынок движется, разные новости выходят и так далее. То есть рынок дышит, он может пойти вниз, там, грубо говоря, опять до восьми она может опустить, а потом пойти вверх до семнадцати. Вот, бывает, что стреляет сразу до семнадцати. Бывает такое, что в первые часы цена может вырасти сразу до семнадцати. То есть нам нужно это не пропустить, зафиксировать. Вот, у нас такая вот ситуация была буквально недавно с акциями, акция выросла за один вечер до ста двадцати процентов, моментально. Вот, многие зафиксировали, но у нас есть один коллега. За час выросла. Что еще раз? За час выросла, Греб. Да, 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 вот, за час выросла до ста двадцати процентов. Колоссальная прибыль была, но были коллеги, которые просто упустили этот момент. Для того, чтобы не упустить этот момент, мы ставим, вот, есть такая функция, как Take Profit. Take Profit позволяет нам в автоматическом режиме зафиксировать цену акции или же по цене ее, или же по проценту. То есть, опять же, у нас есть кнопочка «Нет», мы на нее нажимаем, появляется окошко. И вот здесь, сверху окошки мы пишем, или же цену акции, грубо говоря, вот, там, акция, ну, там, должна вырасти до четырех долларов, до девяти долларов, до шестнадцати. Вы пишете цену, которую вы хотите поставить. Там, поставили четыре доллара и ждете. Или же, если сигнал в процентном соотношении, вы можете здесь поставить ниже рост цены в проценте, то есть поставить, что она вырастет до десяти процентов. И он автоматически подобьет цену и снизу напишет вам прибыль, там, пятьдесят восемь долларов вы получаете. И нажимаете «Выставить». Вот, это позволит вам не упустить прибыль, не упустить сигнал. Вот, опять же, еще один момент есть. Если у вас нет тейк-профита, вы его не поставили, просто в режиме, там, онлайн, или довольно часто вы заходите в личный кабинет, смотрите рост. Грубо говоря, цена выросла. Пусть будет, не знаю, вот, например, был вот этот сигнал, вот TRHS, да, C, она должна была бы вырасти по моему сигналу, пусть будет, предположим, до двадцати процентов. Вы тейк-профит не ставили, цена растет дальше. Но, чтобы максимум вы получить прибыли и не упустить ее, вы нажимаете «Стоп лосс». Именно на тот момент, когда цена выросла, я пишу, что дальше автопилот очень часто. Что это значит? Значит, цена дошла до сигнала, до последнего сигнала. Вы дальше ставите, грубо говоря, стоп лосс 3% или 1%. То есть, сколько вы готовы, чтобы цена, если цена пойдет вниз, сколько вы готовы потерять перед тем, как зафиксировать. Вот 1%. Вы нажимаете «Выставить» и дальше вам предложат автоматически изменять при росте. Вот это и есть тот самый автопилот. То есть, вы ставите, что я готов потерять, грубо говоря, 1%. То есть, цена должна была вырасти до 20%, а сейчас уже 24%. 1% я готов потерять. Вы нажимаете 1%, потом выскакивает второе окошко, и вы нажимаете, переводите в зеленый. Да, вот эту кнопочку в зеленый, нажимаете и выстрелите. Тогда цена будет расти вверх, и стоп лосс будет передвигаться с этой ценой вверх. И как только цена пойдет чуть-чуть ниже на 1%, он максимально вам зафиксирует прибыль. Вот, это как бы максимально. Если вы не готовы сидеть, смотреть, следить за ценой, или вы уезжаете, поставьте максимально стоп лосс в этом случае, вот в этом случае именно стоп лосс, движущийся автопилот, чтобы он вам зафиксировал максимальную прибыль. Вот в этом случае стоп лосс можно поставить. Зафиксировали. Понятно? Коллеги? Подскажи, Глеб, а если не во время сессии достигнет этого уровня, она автоматически продастся? Так, хороший вопрос. Если цена доходит до не во время торговой сессии, цена может вырасти днем, торги идут днем. Если цена вырастает днем, и вы видите, что цена выросла, вы можете нажать кнопку, вы нажимаете на любую акцию, не на кнопку «Продать» именно, а просто на ее полоску. Она появляется у вас в верхнем правом углу. Вам нужно ее продать, соответственно. Вы нажимаете «Продать», нажимаете «Все акции», то есть кнопку «Максимум» и переходите в кнопку «Настройки приказа». На стойках приказа вы нажимаете «Срок» до конца дня плюс, то есть это будет продажа вне торговой сессии. Вот обязательно, до конца торговой сессии. Нажимаете «Закрыть», и вот после этого вы нажимаете кнопку «Выставить прекрасно продажу», и вот тогда он у вас продастся вне торговой сессии. Но это нужно тоже отслеживать, смотреть. Чаще всего проходят продажи именно в торговую сессию. Но бывает такое, что рост происходит, тоже на днях был случай. Наши коллеги следили за ценой, она выросла днем, и несколько человек скинули именно ее днем. Именно вот так, как я вам показал, в этом порядке. Зафиксировали. Идем дальше. Значит, растет цена, мы ее получаем. Получаем, закрываем, продаем, получаем прибыль. Был вопрос, значит, по поводу уплаты налогов и заказа правок различных. Значит, это два фактора. Заходим в кнопку «Профиль». Заходим в профиль. Заходим в профиль. Вот. Фриденфинанс подводит итоги года. За 2020 году налогов 13%, то есть прибыли составило 1,5 миллиона. И, соответственно, сумма удержания 13% НДФЛ, вот они пишут, 191 583 рубля. Они эту сумму удержат с вас по итогу года, по завершению торгового года, календарного года. Они эту сумму удержат и сами подадут декларацию в налоговую, и сами заплатят данную сумму. Спишут у вас ее со счета. Если вы деньги вывели раньше, и они не успели подбить какие-то сделки, соответственно, они пишут, что на момент вывода денег они удержали 148 тысяч рублей. Год закончился, и они уже не могут списать сумму выше. Поэтому разница, вот 148 тысяч они удержали, а сумма налога за прошлый год 191 тысяча, разницу вы заплатите сами. Вам придет из налоговое письмо 1 декабря о том, что необходимо уплатить данную сумму. Вообще она платится до 1 апреля, если не ошибаюсь, но письма приходят уже в декабре. Вот, у меня приходило письмо в декабре, я эту разницу оплачивал. Если вам необходима справка, там, ДВНДФЛ или еще какие-то другие бумажки, то есть вы заходите в обхватку «Кабинет», здесь есть вот ДВНДФЛ, есть еще, так, есть еще, заказ был, так, сейчас, документы. Вот, здесь вы можете… А, нет, не то. Сейчас, 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 сейчас. Да, где же заказ? А, вот, настройка счета, заказ документов. Здесь вы можете заказать любые документы, ДВНДФЛ, выписки, подтверждение, что у вас открыт счет, различные справки о дивидендах, прочее. То есть вот здесь вы их заказываете, и они могут вам в электронном виде сбросить, в оригинальные, в офисе вы можете забрать, могут выслать вам почтой, могут выслать вам курьером. Как бы, некоторые вот спрашивали, этот вопрос звучал, я вот его вам озвучиваю. Озвучиваю. Значит, дальше, что? Торговлю по сигналам, я вам рассказал. Стоп-лосс, тейк-профит, я вам рассказал. Есть еще такая фишка, ну, полезная, я ее всегда ставлю. Мы купили акцию, вот она у нас появилась в списке. Есть стоп-лосс, мы его, как бы, не ставим, если я не пишу отдельно. Тейк-профит мы можем поставить на некоторых позициях, можем не ставить, это тоже на ваше усмотрение. Но что я рекомендую обязательно делать, это вот есть акция, и напротив акции серенькое такое вот окошко. Вы на него нажимаете, и можете здесь написать любую себе пометку. Я здесь пишу цели для себя. Вот каждая акция синенькая, видите, это значит, акция должна вырасти, вот я пишу для себя, 21,2. То есть сейчас она стоит 19 долларов, акция должна вырасти до 21 доллара, я поставил себе тейк-профит, 21 доллар. Вот, и так вот везде, вот акция должна вырасти до 20-40%, пометку я себе сделал, акция пока выросла до 8%. Вот, соответственно, ждем рост. То есть вот эти пометочки я бы вам очень рекомендовал, это очень удобно. Я веду, а также отдельную Excel-таблицу, где пишу все свои сделки, вот, и так же делаю пометочки, вот, это очень мелко, помогает, это очень удобно. Тоже рекомендую. Значит, сигналы рассмотрели. Дальше смотрим. IPO. IPO – это возможность участия для квалифицированных инвесторов. Квалифицированные инвесторы имеют право участвовать в IPO. Как это происходит? Заходим во вкладку «Кабинет», опускаемся вниз, здесь есть «Торговые поручения», «Участие в IPO». Нажимаем. Нажимаем. Вот здесь в списке доступен список бумаг, которые будут в ближайшее время. В понедельник здесь появятся три новых бумаги на следующую неделю. Соответственно, мы выбираем какую-то бумагу. Минимальная сумма участия в заявке – 2000 долларов. Аллокация зависит от рейтинга вашего. Когда мы выберем бумагу, появляется вот в этом окошке здесь рейтинг. И, соответственно, чем больше рейтинг, тем больше вам бумаг могут дать на ту сумму, на которую вы участвуете. Есть у нас коллеги, которые участвуют только в IPO. Я писал об этом статью, что маленькая локация, рейтинг, небольшая сумма прибыли за три месяца. То есть там бумаги блокируются на три месяца. Вы не можете продать бумагу раньше времени. Бумага может за это время упасть, может вырасти. Это неизвестность. Мы покупаем и торгуем со вторичного рынка. Мы можем в любой момент купить, в любой момент продать. IPO вы покупаете и участвуете, только продаете по истечению трех месяцев. Но я участвую в IPO, это когда у меня есть свободные деньги или же маржинальные акции, на которые мне Freedom Finance дает обычно доступность для участия. Вот сейчас у меня на балансе 300 всего лишь долларов свободных, но Freedom Finance мне дает 1157. Если у меня будет, например, сумма больше, там, тысячи долларов свободных, мне Freedom Finance даст обычно 2-3 тысячи долларов. Это, е-мое, этого хватает для участия в IPO. Поэтому якобы денег, по сути, нету, я ее подаю. Он, как бы, Freedom Finance дает такую возможность, почему бы ей не пользоваться. Значит, следующий шаг. Это IPO зафиксировали. Есть вопросы по IPO? Что такое IPO и расшифровка? IPO – это когда новая компания выходит на торги, на биржу. То есть она новая. Она может уже какой-то иметь бизнес, она может иметь прибыль, может быть убыточная. Но у нее есть какой-то уже продукт, который рынку интересен. И они готовы выйти на биржу, разместить свои акции на бирже. Соответственно, IPO позволяет купить акции до выхода их на биржу. То есть по цене размещения. Грубо говоря, компания решила, что их акции стоят, там, большой процесс, длинный, андрайдеры, банки участвуют и так далее. Акции оценивают их акции. Они там в диапазоне, грубо говоря, от 13 долларов до 17 долларов. Может быть больше, может быть ниже, но неважно. Вот примерно их цена от 12 долларов до 13 долларов. И вы можете купить, подав заявку на участие в IPO, вы можете купить эти акции по цене размещения. То есть именно в этом диапазоне 12-13 долларов, которые они указывают. Потому что на бирже акций на всех не хватает. Соответственно, они там какое-то количество выпускают, акций на всех не хватает. Поэтому, выходя на биржу, акции растут в цене. Могут расти на 10%, на 20%, может быть на 100%, 200%, 300%. В прошлом году было Beyond Meat, побил рекорд того года, у него акции выросли на 700%. Бывают и такие результаты. Бывают, акции падают, идут вниз, и вы не можете их продать в течение трех месяцев. Потому что lock-up период. Это именно блокировка денег на три месяца. Соответственно, вы покупаете по цене размещения, а на бирже цена уже растет. Акции растут, и по истечении трех месяцев вы их продаете, соответственно, в прибыль. Сейчас покажу. Вот мои последние текущие IPO. Они заблокированы. Мы их продать не можем. Тут указан срок разблокировки. Март 15-е число, март 12-е число, апрель и так далее. Когда подходит срок истечения lock-up периода, появляется кнопка продать. Я могу и продать. До этого момента кнопка неактивная, я ее продать не могу. Значит, берем, к примеру, вот цену растут акции. Мне дали, вот, например, UPST, дали мне всего лишь пять акций. Вот цена размещения была 20 долларов, а цена выросла потом на 64 доллара. Цена выросла на 224%. То есть прибыль состава 224%. И по истечению трех месяцев, когда разблокируется кнопка, я уже получу цену. Вложил всего лишь 100 долларов. Вот пять акций по 20 долларов. Всего лишь 100 долларов я ввожу. А получу 324 доллара по итогу. Может быть больше к тому моменту, может быть ниже. Ну, примерно вот так. Все IPO, в принципе, они практически в плюсе. Есть которые в минусе, но в основном они все в плюсе. Значит, вот рост есть 30%, вот, хиленький, да, грубо говоря. Есть, как бы, 200%, есть 300%. Вот, то есть вот они растут в этом противополазоне. Но прибыль, опять же, вы получите по истечению только трех месяцев. Вот, вот такое вот. А неквалифицированный участник может в IPO покупать? Нет, неквалифицированный инвестор участвовать в IPO не может. Только квалифицированный инвестор. Более того, даже если вы откроете счет в Interactive Brokers, там, где не требуется квалифицированный инвестор, все равно там не сможете, там IPO нет. IPO есть вот именно во Freedom Finance. В России только во Freedom Finance и QBF. По-моему, так называется еще один брокер. Они дают. Вот, есть в Тинькове. Там одна акция, там, ой, одна IPO буквально, не знаю, раз в полгода в лучшем случае, как бы. Основной поставщик на рынке США, Казахстана, СНГ это Freedom Finance, IPO. Вот, их просто так хорошо распиарили. Это основной поставщик и Freedom Finance. То есть продукт Freedom Finance. Как это оббревиатура расшифровывается? Сейчас скажу. IPO. Initial Public Overdain IPO. То есть это первая публичная продажа акций на рынке, на бирже. Значит, следующий момент мы рассматриваем. Есть участие... Можно тоже вопрос задать? Вот по поводу Freedom Finance. То есть в любом случае участие в IPO только от 2000 долларов, да? Правильно я понимаю? Да, да, совершенно верно. Даже если вы поучаствовали в IPO, вам дали какое-то количество акций. Новичку дадут одну акцию или две максимум. Больше даже не рассчитывайте. То есть он сколько дает, столько я и могу взять. То есть ни больше, ни меньше. Правильно? Нет. Вы можете участвовать минимум от 2000 долларов на IPO. И цену выше ставить. Но количество акций вам дадут, во-первых, в зависимости от рейтинга, который вы получаете во Freedom Finance. Он от единиц до пяти. Чем выше этот рейтинг, тем выше, больше даст акции сам Freedom Finance вам. Это раз момент. Второе. Даже если у вас максимальный рейтинг 5 из 5, все равно существует такое понятие, как авокация. Авокация – это количество акций, которые выделяет компания в мир. То есть, грубо говоря, они размещают миллион акций всего на весь мир. Большинство акций забирают в фонды, андерайтеры и банки. Оставшееся количество разделяется между всеми брокерами. Брокеры уже разделяют на всех остальных своих клиентов. А клиенты уже делятся по рейтингу. То есть, соответственно, даже если вы купите акции, грубо говоря, на 2 тысячи долларов, это не значит, что вам акции дадут на 2 тысячи долларов. Нет. Вам дадут одну или две акции всего лишь на 20-50 долларов. Остаток суммы вам вернется сразу же в этот день. Вот. И для того, чтобы участвовать уже во второй раз в другом IPO, вам нужно будет сумму добавить, дополнить, чтобы у вас было минимум 2 тысячи долларов для участия. А 2 тысячи долларов – это минимум, который должен на лицевом счете находиться, да? Это минимум для участия в IPO. Если вы открываете счет на Freedom Finance, вы можете открыть его хоть с нулем, хоть 100 рублей туда закинуть. Абсолютно ограничений нет. Если вы открываете счет… Это не для покупки цена, это грани и градация, это именно для входа просто, для участия. Это для именно подачи заявки на IPO. Минимум 2 тысячи долларов. А для того, чтобы открыть счет в Intercom Brokers, там тоже вы можете его открыть и с нулем, как бы никаких комиссий у вас проблем не будет. Но для того, чтобы участвовать, торговать акциями, там должно быть минимум 2 тысячи долларов на балансе. А в Afrino Finance суммы нету. Вы слышали про такого, извините, что перебиваю, про такого United Traders? Да, конечно. И что вы думаете? Там вроде как можно от 50 долларов, но я как бы не пробовала сама и тоже отзывы… Я с ними работал… Компионские комиссии. Да, я с ними работал, я, честно говоря, от них и начинал свой путь много лет назад в рекламе. Я увидел именно United Traders и у меня подкупило, что там от 50 долларов. Они не являются брокерами. Это обычная компания, ООшка на рынке, которая предоставляет услугу. Они работают через Freedom Finance. У них была своя лицензия. Но Центробанк выставил им большое письмо претензии устранить разные нарушения. Но чтобы у них лицензию не отобрали, они понимали, что не устранят эти нарушения, и чтобы не отобрали у них лицензию, потому что это будет громкое дело тогда на рынке, они сдали за неделю до завершения срока устранения предписания письма, они сдали лицензию сами. Они сдали, нам она не требуется, она нам не нужна. Вот типа сделали себя благородными. Но там, во-первых, они участвуют через Freedom Finance, это раз. Второе, у них тоже аллокация низкая, и там очень конские комиссии. Очень конские. Они, во-первых, берут, я сейчас не помню, там 3-5% на вход, 3-5% на выход, когда вы продаете акцию, и еще, по-моему, 20% с прибыли они у вас забирают отдельно. Плюс у них очень невыгодная конвертация валюты из рубли в доллар, из доллара обратно в рубли вывести себе. Это очень невыгодно. То есть, грубо говоря, вы там не заработаете. Есть у них там какие-то другие продукты при IPO, то есть, это когда компании еще даже на IPO не готовы, они собирают деньги на развитие. Но, как бы, это очень рискованная тема, я, как бы, не рекомендовал. Это называется ICO. Да, ICO там есть, у них есть Pre-IPO, ну, там у них много разных аббреватур. Но суть одна, как бы. Вот, ну, поэтому там, ну, это не брокер, это, ну, как бы, невыгодно с ними работать. Поэтому не, тут товарищи, смотрите, как попробовать, просто закинуть там 50 баксов, попробовать. Ну, вы можете 50 баксов, ну, да, вы можете, в принципе, 50 баксов закинуть и попробовать, но вам акции не дадут, будет, скорее всего, ноль. Вот, поэтому вам лучше закинуть 50 баксов эти на Freedom Finance и купить хотя бы пару акций по сигналам. Так попробовать, это будет намного лучше. Ну, как бы, тут на ваше усмотрение. А на Freedom's какие комиссии? На Freedom Finance, значит, какие комиссии? У вас при регистрации есть выбор тарифного плана. Есть тарифный план, сейчас, секунду. Есть тарифный план стандарт, тарифный план все включено, стандарт конституционный и универсальный. Вот, значит, есть ссылочка, вот, тарифы для бортического обслуживания я сброшу в чате. Вот, тариф стандартный, если у вас немного сделок в месяц, вы можете, в принципе, выбрать тариф стандартный. Это всего лишь 0-12% от суммы сделки. Вот, если у вас сделок много, то рекомендую подключить тариф все включено. Это значит, 600 рублей они берут в месяц, ежемесячная плата. Но здесь до полутора миллионов оборота они позволяют делать. То есть полтора миллиона оборотов это включено. То есть других комиссий не будет никаких, только 600 рублей в месяц будет забирать. Если у вас будет больше полутора миллионов оборотов за месяц, то они у вас будут брать комиссии, соответственно, 0-0-4%, 0-0-3% и так далее. Вот такая, то есть у меня оборот полтора миллиона только в неделю происходит. Поэтому у меня комиссия, как бы, я подключил тариф, все включено, 600 рублей, как бы, мне это дает возможность полтора миллиона хотя бы без комиссии брать. Но дальше у меня, конечно, комиссии вот такие. У вас, если сделок немного, то тариф стандарт. Если сделок много и денег, в принципе, побольше, то вы можете подключить все тариф, все включено и не париться. Глеб, можно я немножко уточню? Давай. Вот что я заметил. Допустим, вы покупаете 10 акций. Что делает, допустим, Freedom Finance? Там, во-первых, с вас сразу берут 10 рублей за открытую позицию. Но они могут сделать как? Они могут сразу вам продать не 10 акций, а, допустим, продать 2, потом 5, а потом 3. И с вас возьмут 30 рублей. Плюс за каждую позицию с вас возьмут еще комиссию. Потом при закрытии сделают. Вот я, допустим, заметил, что при торговле вот с Глебом по вот этим сигналам, у меня получилась прибыль хорошая. Но комиссию у меня сажало больше, чем 600 рублей. Даже, ну, то есть, и поэтому я в этот раз выбрал комиссию. Вот это все включено за 600 рублей. Потому что они вот именно вот таким образом делают, что вам не одну сделку получается, а три сделки. Нет, 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 от суммы сделки, да. Они пишут именно от суммы сделки. То есть у вас покупка – это уже сделка, продажа – это уже сделка. То есть за каждую сделку они берут комиссию, которая вот указана в тарифном плане. Это да. Поэтому лучше выбрать, вот если вы активно торгуете, лучше выбрать «Все включено за 600 рублей». Да, совершенно верно. Да, да. Следующий, значит, шаг мы рассмотрим – это торговля акциями под отчет. Значит, каждую неделю выходит в пятницу торговый план на следующую неделю. Значит, я пишу сигналы и пишу уже не сумму и не процент, а именно дату продажи. То есть отчет выходит 26-го числа. Соответственно, нам нужно продать данные акции, вот эти, 25-го под конец торговой сессии. Неважно, будет там плюс, неважно, будет там минус. В совокупности, в сумме, вот за этот день, будет в любом случае плюс. Ну, может какая-то акция просесть, но в любом случае плюс перекроет этот минус. Но нужно продать акции до выхода отчета. Мы можем войти в отчет. Вот, если как бы отчет в новостях, вот я пишу в нашей группе в новостях, я пишу, какой ожидается отчет. Если он положительный, то мы, в принципе, можем войти в отчет и получить еще больше прибыли, еще больше роста. Но это как бы 50 на 50. Потому что есть вот отчеты, грубо говоря, желтые, спорные. Тут как бы лучше не рекомендуется заходить. Есть отчеты, которые красные, это значит, будет ожидается минус. И как бы лучше выйти до отчета. Вот, поэтому есть такие сигналы. Соответственно, мы покупаем, грубо говоря, эту акцию. Копируем ее. Заходим в кабинет. Выбираем. Она есть на вот SPB, есть на US. То есть ее может купить и неквалифицированный инвестор, и квалифицированный. Соответственно, покупаем эти акции. Можете разбить баланс на всю неделю. Можете разбить баланс на какие-то определенные акции. Это уже на ваше усмотрение абсолютно. Вы можете купить вот эти... В пятницу могли купить вот эти четыре акции. Четыре акции. И 25-го, соответственно, у нас получается... А, 25-го это уже понедельник. То есть вам нужно будет в понедельник, в конце торгового дня ее продать. Вы можете купить следующие акции, например, 26-го. Их тут побольше. Рост будет подольше. И, соответственно, 26-го под конец торговой сессии вам нужно их все продать. Вот, значит, вы купили, купили, она у вас появилась в списке. И вот здесь себе пометочку поставили. Продать. Грубо там, продать. 25-го, 0-1-го. И так далее. Чтобы не забыть для себя просто. И нажимать и сохранить. Вот. И у вас тогда появится пометочка там продать ее. И вы ее не забудете. Ну, такая удобная фишка. Вот. То есть здесь по... Подотчет это именно по датам. Значит, что еще? Есть еще, значит, торговля у нас. IPO я рассказал, сигналы рассказал, подотчет рассказал. Про дивиденды фишки. Глеб, а вот это, то есть, вот это вот подотчет, это значит в тот же день саны, да? То есть 25-го надо продать. 25-го нужно купить или можно купить в любой день там? Нет, нет, нет. Вот эти сигналы вышли вчера. Они вышли в пятницу. Выходят, я публикую в пятницу. На следующую неделю торговый план по отчетам. То есть вы в пятницу покупаете. В пятницу рынок падает. В большинстве случаев чаще всего он падает. Это идеальный момент купить вот эти акции на подотчет на следующую неделю. То есть, соответственно, 25-го вам нужно будет продать первые... 25-го, это понедельник, ближе к 11-ти часов вечера по Москве. Вам нужно будет продать вот эти четыре акции. 26-го, это вторник, вот эти акции под конец торговой сессии. 27-го, 28-го. 28-й это уже четверг. Вот. 29-го, опять же, рынок будет, скорее всего, падать. И 29-го я выложу новый торговый план на следующую неделю. С 1-го февраля по 5-го февраля. Вот. И вы, соответственно, рынок упал. Вы купили на самых нижних позициях. Вам это будет выгодно. И с понедельника будет рост. Вот. С понедельника будет рост данных акций. И, опять же, по датам вы продаете. Вот, как бы, легко. Легко и просто. Это короткие деньги. Сделка на неделю. Вот. И в любом случае она будет в плюсе. Поэтому, если вы закинули, грубо говоря, там, 500 долларов, вы можете по 100 долларов войти в каждую акцию. Ну, по-любому у вас будет плюс. Небольшой плюс, конечно, с 500 долларов. Но он будет. Примерно от 2 до 5 процентов можно забрать с одной позиции прибыли. Вот так. Есть вопрос еще? Под конец торговой сессии, это значит, вот, ближе к нуля часу? Да, совершенно верно. Да, да, да. Торговая сессия начинается в будние дни с 5.30 вечера до 12 часов ночи. В 12.01 у вас вот такой серенький, видите, будет серенький, серенький, короче, экран. Соответственно, вы уже продать не сможете. Вам нужно продать в 23.30, 23.40, вот примерно в этом диапазоне. Ну, лучше, как бы, зайти, есть такое, знаете, время дураков, золото, золото дураков. Это вот, когда открывается торговая сессия в 17.30, рынок просто взлетает, он может падать резко вниз, он может взлетать вверх на безумные проценты. Это вот время золото дураков, когда можно, в принципе, хорошо заработать. Оно длится примерно час-полтора, максимум два. Потом рынок стабилизируется и уже идет спокойно, в размеренном плане торгуется до 12 часов ночи. Вот, то есть вы можете в это время зайти, если акция стрельнула вверх и на ней примерно 2% прибыли, 4%, вы можете продать ее раньше. Зафиксировать и не ждать дня продажи или времени продажи вечерней, а продать ее пораньше. Потому что, как бы, позиция, здесь прибыли будет немного, я же говорю, от 2 до 5% примерно. Но, если вы видите, что уже эти проценты есть, продайте заранее, зафиксируйте себе прибыль. Это в режиме реального времени публикуются колебания цены в течение торговой сессии? Да, да, они в режиме реального времени. Есть покупка цены, есть продажа цены, есть сделка. Это вот они движутся каждую секунду. Вы можете смотреть как на Freedom Finance, можете на любом другом стороннем броке. Есть приложение в мобильном телефоне, вот Investing Bank, oInvesting.ru. Он есть сайт, он есть приложение. Вы можете вбить сюда любую акцию и тоже в режиме реального времени. Будет график, вы можете поставить минутный, поставить, как его там, свечи. Можете 5 минут, то есть все меняется каждую секунду. Вот, и цена движется, когда сессия открыта, цена движется в течение всей торговой сессии. Меняется. Зафиксировали. Значит, рассмотрим плюсы и минусы брокеров. В принципе, я о них уже рассказывал. Есть популярный банк Tinkoff. Вот, он дает много акций для неквалифицированного инвестора. Можно, в принципе, торговать у них, если вам там удобно. У них удобный функционал, приложение у них удобное. Вот, можно фридно-финансы рассмотреть. Тоже простой в управлении кабинет. В принципе, можно... Мобильное приложение не очень. К нему нужно привыкнуть. Ну, кабинет, в принципе, удобный. Вот. Значит, что еще? Минусы. У Тинькова не все акции доступны. Даже для квалифицированного инвестора у них акций немного. Они в основном торгуют на бирже по бирже NICE. Вот. А вот NASDAQ и прочее у них нет. Поэтому, как бы, во фридно-финансе есть весь рынок практически. Все акции доступны. Бывают акции, которых у них там единичных нет. Но это, как бы, редко попадается. Но в основном в фридно-финансе все, конечно, акции. Но у фридно-финансов в последнее время, как бы, более-менее стало нормально вроде. Но в целом у них очень глюченый терминал. Он зависает. Особенно в первые часы, вот, когда вот акции биржи стартуют. У них вот зависает, глючит, тормозит. И, как бы, к этому нужно привыкнуть. Можно, в принципе, использовать это как плюс к себе. У меня бывает на балансе всего лишь, там, тысяча рублей. И, там, тысяча долларов. Я покупаю акции на всю позицию, на всю котлету. На всю котлету. Позиция у меня появляется в портфеле. Но он деньги не списывает из-за того, что терминал глючит. Я могу эту операцию провести по разным акциям на эти тысячи долларов много раз. У меня будет баланс в минусе. Когда он разглючит, вот, баланс в минусе. Но это мне позволит заработать на акциях деньги. Потом их продать. Баланс будет у меня в нуле. Но я получу прибыль с акции. То есть я, вот, как бы, подстроился под эти глюки. И использую их себе в плюс. Вот. А так, конечно, тормозит. Особенно, когда выходило у них IPO. Это просто, вот, страх божий. Можно ждать этих глюков и до 10 вечера, и до 11 вечера, как бы, тормозит по-жёсткому. Но вот в последнюю вот неделю выходили IPO-шки в четверг, по-моему, в пятницу были. Слава богу, как бы, стало легче. Не тормозит, не глючит. Вроде улучшается. Потому что жалоб у них очень много. В Центробанк на них поступает. Они отчитываются, что у них, как бы, работа идёт, процесс идёт. И вроде стало легче. Нужно понаблюдать ещё. Вот, на следующей неделе будет три IPO. Вот, посмотрим. Ну, как бы, мне Freedom Finance нравится больше. У них доступен весь функционал для квалифицированного инвестора. Вот. И, в принципе, всё нормально. Вот. Значит, что ещё? Что ещё? Что ещё? Что ещё? Интерактив Брокерс – это, как бы, уже более профессиональный, для более профессионального, более продвинутого игрока на рынке. Да, там не требуется функционал, не требуется статус квалифицированного инвестора. Но там очень сложный функционал. Это, как бы, я сделаю отдельный вебинар. Я там разбирался целую неделю в настройках. Копошился, тестировал, проверял. Это, как бы, сложно, конечно. То есть, для новичка, который вообще полный ноль, зайти в Интерактив Брокерс – это будет очень сложно. Вот. Для новичка рекомендую, у кого нету статуса, в принципе, можно киньков попробовать. Легко, просто, банально. Вот. Если кто-то хочет более-менее расти в этом направлении, то рекомендую Freedom Finance. Вот. Ну, а для продвинутых уже, конечно, переходить в Интерактив Брокерс. Если есть сумма хорошая, большая, там, конечно, много возможностей. Это, там, и шорт, и торговля внутри дня, и скальпинг. Это, вообще, ну, просто чудесное решение. Вот. Пробовал я скальпинг на Freedom Finance. Как бы, с Сашей мы вот тестировали. Сколько, Саша, по-моему? Недели две, да, по-моему, мы тестировали с тобой? Ну, да, где-то. Мы с Нового года, по-моему, с тобой начали. И потом вот. Даже больше, да. Вот. В принципе, сносно. Но есть глюки, есть тормоза. Это, конечно, нервы. Такие, что я тут на потолке стою, потому что я играю... Саша играет маленькими суммами, я играю крупными суммами. Это, конечно, нервы еще те. Вот. А в пятницу я попробовал скальпинг. Что такое скальпинг вообще? Это я отслеживаю две-три акции, которые на новостях стреляют вверх. Она может вырасти за один день, за один час она может вырасти от 50% до 1000%. Вот на моей практике было самое большое, это 800% вот мгновенно. Вот. То есть вот в этот момент мы заходим на какую-то сумму крупную и через пару минут выходим сразу же. Из-за того, что мы зашли на сумму крупную, и за пару минут, то есть скачок произошел на десятки процентов, мы получаем очень хорошую маржу, очень хорошую прибыль, колоссальные деньги. То есть это вообще как бы... Вот на Freedom Finance я пробовал, ну, блин, мои нервы задают, я психую, это, конечно, сложно. Я поторговал в первый раз уже в пятницу на Interactive Brokers. Вот. С двух позиций за один час я заработал 1150 долларов. То есть я зашел в одну позицию на 2000 долларов, вот, и зашел во вторую позицию на 3000 долларов. То есть бюджет поставил 5000 долларов. И вот я заработал 1150 долларов за буквально час. Все, мне как бы хватило, и я вышел. Вот. То есть это скальпинг, это уже как бы более профессиональный уровень. Но вот Сашу я подтянул, Саша, ему прям вообще, ему нравится. Это же эти ралли, эти горки американские, ему нравится. Да, мы называем это полет на Луну, на ракете. Да, вот. Но даже у него, опять же, замечу, немногие знают, может, но Саша не видит. То есть он абсолютно не видит. Он все это делает через программы. Я даже не знаю, как он там делает, по слуху. Но даже у него получается зарабатывать примерно 3% в среднем за день. Да, Саша? Он так говорил? В среднем. Да, где-то примерно от трех. Но из-за того, что у меня немножко вслепую работать сложнее. У него баланс меньше, да. И послепнее, конечно, но даже у него получается. Да, во-первых, баланс маленький. И во-вторых, там действительно нужна скорость и внимательность. А мне, я бы, может быть, и больше зарабатывал, но я не могу, Глеб мне кидает 4 сигнала, но я могу максимум отследить 2. Потому что за четырьмя не успеваю, потому что там цена просто как секундомер двигается. Да, совершенно верно. Бывает стоит на месте, а бывает двигается очень быстро и нужно зафиксировать вовремя. А для меня это множество действий сделать, но тем не менее все это получается. Да, да. Как мы это делаем? Как я это делаю? Купили какую-то акцию. Пусть будет верхняя позиция. Она у меня здесь... Одна, две, три акции происходят. Купил какую-то акцию. И вот сделка, вот цена сделки, она меняется каждую секунду. И вот просто вот в бешеных. То есть, может быть, 1,68. Через секунду она может быть 2 доллара. Глеб, а ты можешь показать на историю? У тебя же в приказах исполненных, посмотреть, вот даже показать просто, по чем ты купил и по чем продал? А у меня здесь приказы далеко-давно будут. Это нужно заходить в этот, в Interactive Brokers. Это как бы подольше по времени. В следующий раз покажу. Мы в следующий раз рассмотрим. В следующий вебинар я сделаю фишки, разные фишки полезные для торговли, очень прикольные, которые понравятся. Рассмотрим Interactive Brokers и рассмотрим Skyping. Вот эти вот... А следующий семинар через один я, наверное, сделаю обучение. Кто захочет, я как бы... Это тоже глубокий, отдельный процесс будет по обучению. Вот, рассмотрим. Можно еще вот где про скальпинг? Можно будет еще поднять вопрос, где вы учились и где можно вообще скальпингу поучиться, потому что мне тоже было бы интересно. Я с удовольствием посмотрела бы. Это... Так, это происходит... Я выкладываю, опять же, новости. Каждый день в группе выходят новости. Для обычного человека новости... Ну, новости, спам. Закрыл и забыл. На самом деле для брокера это очень важная информация, потому что разные новости... Вот сейчас, например, откроем ближайшие. Утренний обзор. Вот, опт, утренний обзор. На новостях вот есть разные новости. Мы можем заработать очень хорошие деньги. То есть есть определенные новости. Они выходят в определенные часы. Заходим в инвести на новости. Там, соответственно, фондовый рынок новостей. Тут по часам они говорят. Тут есть календарь, есть время, когда какая новость выходит. К этому моменту, когда новость выходит, мы заходим уже заранее, активируем... Заходим в личный кабинет, заходим, активируем сессию безопасности. Мы должны быть готовы полностью. Забиваем эту акцию, новость, которую мы ждем. Соответственно, как только новость выходит, мы видим, вот процент за день роста, мы видим колоссальный. Он мгновенно изменяется, становится 30% и выше. 40, 50, мгновенно. Мы покупаем, ищем, заходим... Или же покупаем мгновенно, или же на инвестинге, на этой акции, на графике. Мы отслеживаем, переключаемся на минутный график обязательно, на свечи. И ищем максимальную точку внизу. Это раз. Или же ставим заявку, грубо говоря, сейчас цена 1,68. Вышла новость, акция сразу стала 2 доллара. Мы можем или же сразу зайти в рынок по цене 2 доллара и ловить цену выше. Или же мы можем поставить цену, лимитированную, лимитную цену. То есть мы можем поставить 1, там, грубо говоря, 8, 5 или 1,9, чтобы она сработала. То есть мы попытаемся забрать на нижней цене, максимально на низкой цене, лимитной заявкой, цену минимальную. Цена будет расти. Мы смотрим в этот момент вот сюда, на сделку. Она меняется мгновенно. Становится 2 доллара, 2,1, 2,3, 2,5. И растет и выше. Когда чуть-чуть подросла, мы не закрываем ни позиции, ничего. Мы только меняем кнопку вместо купить, мы меняем кнопку на продать. Ставим максимальную цену, max нажимаем и будет кнопка продать. Вот как только цена выросла, у нас сработала лимитная заявка на 1,9 или же мы вошли по рынку, там, грубо говоря, пусть будет 2 доллара, цена выросла 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. И мы не жадничаем ни в коем случае, потому что как только цена может, она может идти вверх, она может идти вниз. Мы можем подзависнуть на пару часов на ней, а можем заработать буквально в первые секунды. Соответственно, мы нажимаем кнопку продать, максимальную и продаем все акции сразу же. За счет того, что мы заходим крупной сделкой туда и обратно быстро, то мы заработаем хорошие деньги. У Саши хоть элемент небольшой. А крупная это сколько? Еще раз. А крупная это сколько? В зависимости от вашего бюджета. Я захожу, вот обычно на один день, на один вечер я беру себе 5000 долларов. Если там два сигнала, я их разбиваю. На 2500 туда захожу, 2500 туда захожу. Вот. Если же их там три сигнала, три новости ожидать. То есть разбиваю просто баланс свой. И, соответственно, если даже цена изменяется на, грубо говоря, 2500 долларов, разделить на 1,9 лимитная заявка, я купил 1315 акций, предположим. Даже если я продам за 2,3 через пару минут, то я получаю 3000 долларов. То есть разница колоссальная. Мы купили, получается, за 1,9 умножить на 1315 штук. То есть за пару минут мы получаем, ну, 500 долларов. 500 долларов мы получим, ну, на мой баланс, на мой бюджет мы получим, я получу заработать 500 долларов. Инвесторам, сквачену и себе тоже. Вот. То есть вот в таком ключе работы. Вот мы с Сашей с начала года тестировали. Я скоро создам отдельный, наверное, чат, где будет без комментариев. То есть просто сигнал выходит. Обычно сигнал выходит, акции выходят. В этот момент смотрим с 5.30 до 6.30. Вот в этом диапазоне начинается торговля наша по скайпингу. И мы, соответственно, и мы в этом моменте начинаем торговлю. Я вот, наверное, создаем отдельный чат, где мы будем, соответственно, именно вот в этом диапазоне уже на максимум. Так. Это про скайпинг. Но это будет отдельный семинар. Я отдельный семинар, вебинар проведу, где расскажу еще раз про скайпинг, про интерактив брокерс. Это как бы тоже часовое время. Час займет. Ну, можно я скажу свое? С какой суммой я? Чтобы люди имели в виду, что с какой можно суммой входить? Вот я, допустим, поначалу самый первый раз я вообще покупал, вот сколько стоит акция, я покупал одну. Просто для того, чтобы проэкспериментировать. Попробовать, да. Два доллара, три доллара, пять долларов, да. И самые вот простые суммы. У меня на балансе там было 10 долларов. Так и нужно. Совершенно верно. Так и нужно. Вы можете поучаствовать на скайпинге. Буквально акция стоит, вот эта вот акция верхняя, она, грубо говоря, сейчас стоит на, ну, просто будет 2 доллара. Вы можете закинуть на баланс 2 доллара и на скайпинге просто попробовать одну акцию купить и продать ее в тот момент, когда она чуть подросла. Купить вторую акцию, продать ее. Вам не нужно колоссальные деньги, вам нужно привыкнуть, понять принцип и понять вот этот самый момент, когда нужно войти, когда нужно выйти вовремя. И тогда вот, когда вы будете уже понимать, когда вы будете на волне, то вы, соответственно, сможете уже зарабатывать. Вот Саша же говорил, он освоился довольно быстро и 3% он делает буквально за вечер, он делает, ну, по-моему, даже к депозиту, да, ты делаешь? Или за сделки, не помню. Нет, нет, не к депозиту, я пока небольшими суммами, ты там на тысячу, там на две входишь, а я вот сейчас начал увеличивать, сейчас вот я на 100 долларов, на 200 долларов хожу и уже прибыль начала ощутимой быть. Вот, да. Значит, при маркете, был вопрос, значит, при маркете до торговой, при маркете это, да, до торговой сессии. На при маркете можно торговать в интерактив брокерс, людям, у кого баланс больше 25 тысяч, 25 тысяч долларов. Есть на при маркете очень хорошие акции, которые тоже растут, они могут в обед вырасти, там, вот на 12 процентов, там, грубо говоря, и так далее. И, как бы, можно заработать очень хорошо на при маркете. Но для большинства людей, конечно, доступно это именно на начало торговой сессии с 5-30. Глеб, можно я сейчас спрошу про, вот, я не очень поняла, то есть, если я хочу торговать акциями US, вот эти, да, которые не из QB, а US, то мне обязательно нужен квалифицированный инвестор, если у меня его нет, то есть, я никак не могу, получается. Если вы торгуете на российском брокере, то, да, вам нужен, это, да, да, вам нужен статус квалифицированный инвестор, потому что это новое правило, прошлого года, по-моему, если не ошибаюсь, в прошлом году Центробанк вынес закон, что необходимый статус квалифицированный инвестор для торговли на рынке США, вот. То есть, ни Freedom Finance, ни вот этот, как он там, Interactive Brokers, они тоже не дают возможности торговать US без квалифицированного инвестора, да? Нет, Interactive Brokers, он не российский брокер, он американский, и ему побарабанны наши законы, и ему побарабанны этот статус квалифицированного инвестора. Там статус квалифицированный не нужен, там рубеж только именно от суммы баланса на счету. Подъясно. От 2000 долларов вы можете пополнить счет и торговать там до 5 сделок в неделю, без там каких-то проблем. Вот, если сделок больше будет, вас заблокируют на 90 дней. Второе предупреждение будет блокировка на 180 дней, в третьем вам закроют счет. Вот, для того, чтобы этого не было, вам необходим баланс от 25 тысяч долларов. Это именно Interactive Brokers, американский брокер. Российский брокер, любой, Тинькофф, Freedom Finance, ВТБ, Альфа-Банк, вы можете у них торговать с любой суммой, но на бирже SPB. Чтобы торговать бумагами США, вам нужен статус квалифицированного инвестора, обязательно. Глеб получает или путем обучения, или же у вас должен быть баланс на счету, не на их счету, у вас в Бирбанке, в любом банке должна быть совокупность ваших вкладов от 6 миллионов рублей. Вы можете занять эти деньги у любого человека, положить их на счет, получить справку 6 миллионов рублей, что у вас есть эти деньги, 6 миллионов рублей на счету. Вернуть деньги сразу же любому человеку, если вы их там заняли у друга, свата и так далее. Показать справку любому брокеру, и он вам сделает статус квалифицированного инвестора. А процесс обучения сколько занимает для коллеги? Обучение, Саша, скажи, пожалуйста, по обучению, ты его проходил, скажи, сколько тебе заняло это по времени? Ну, это лучше все вопросы задать Михаилу, который у нас там есть в чате. Он занимается приобретением сертификата, сейчас стоимость 35 тысяч. Обучение там, ну, обучение занимает практически все время ваше, пока вы работаете, потому что там информации очень много, там базовый курс, там 300 с лишним страниц. И этот сертификат серии 0.1, который предоставляет вам возможность торговать бумагами, быть брокером, букмекером, всех перебрал. И 3, там тоже где-то около 300 страниц. Поэтому обучение все зависит от вас. То есть оно может быть растянуто, да, там на 2-3 месяца. Не-не-не, оно проходит быстро, это обучение формальное. Это зависит от вас. Вам предоставляет документы, вот этот сертификат. И плюс к этим сертификатам вам предоставляют обучающие материалы, которые вы сами, то есть, должны обучать. А также вам нужно идти в институт, учиться 4 или 5 лет, чтобы получить какие-то знания. А здесь именно точечно дают, именно что должен знать квалифицированный инвестор. А сертификат в какой момент дается? Сколько времени проходит, например, с момента оплаты этого обучения? Там зависит, опять же, на эти вопросы вам ответит Михаил, потому что там зависит от группы. То есть группа набралась формально, типа прошли обучения. Я могу ответить. Давай. Я, допустим, в прошлом году получил этот сертификат. Я заказал его где-то до 10 декабря. 15 мне одобрили сдачу экзамена. 21-25. 21 я сдал базовый. 25 я сдал вот именно на серию 01 сертификат. Там их 7. 07. То есть от 01 до 07. И 27-го числа сертификат уже в скане был у меня. Ну, грубо говоря, это неделя. В этом году на фирменном бланке, то есть эти серии и номер все пробивается на центробанке, вбивая свой номер, да, Матвеев Александр Сергеевич, все пробивается и все работает. Freedom Finance в этом году мне одобрили квалифицированного инвестора, все. И я спокойно работаю. Кстати, вот я хочу сделать заметку, женщина спрашивала по поводу, нужно ли иметь квалифицированного инвестора, торгуя вот этими так называемыми мусорными бумагами, которые дают огромные проценты. Без квалифицированного инвестора вы не сможете их покупать. Даже в интернете я вычитал, что требуется квалифицированный инвестор, чтобы торговать вот этими мусорными бумагами. Потому что они на рынке США. Потому что они очень рисковые. и ты должен быть грамотным специалистом, чтобы их покупать. Потому что многие могут уйти далеко в минус. Ну, у нас на сигналах это нету. Но если вы будете анализировать сами, если вы будете сами покупать... Я именно про торговлю на мусорных бумагах. Потому что, Глеб, я видел некоторые акции, я же потом наблюдаю за ними. Я смотрел вот те бумаги, которые мы вышли в плюс. На следующий день я смотрел, они ушли где-то процентов на 20 вниз. Да, совершенно верно. Таким образом. Поэтому там нужно работать быстро. Делается технический анализ, делается финансовый анализ, делается волновой анализ, плюс отчеты, плюс новости. В совокупности делается после всех этих анализов, выбираются акции. Не только по конкретной акции, но и по отрасли. Делается анализ по отрасли. Как себя чувствуют данные отрасли в мире. Как отчитались другие компании. Вот. В совокупности выбирается компания, выбирается... Все это анализируется, все эти пункты анализируются. Я уже сделал обучение полностью. То есть расписывая пошагово, что необходимо сделать, чтобы получить качественный сигнал. И вот после этого я и торгую сам, и выставляю сигнал в чате. Вот. То есть чтобы быть уверенным. То есть обязательно. Это большой процесс. Долгий процесс. Поэтому не так много сигналов. Сигналов очень много. Но не так много попадает ко мне в портфель или вам в чат и вам на покупку. Потому что здесь колоссально проводится работа. Для того, чтобы не просадить деньги. Чтобы не уйти в минус. То есть ты фильтруешь все... Да, фильтруется. Да, по многим показателям. Очень многим показателям фильтруется. Я просто сам начал смотреть. То, что касается вообще кап, капитализации компаний и долгов. И я обалдел от того, насколько у нас запредитованы корпорации. По рации очень много. И в том же... Да, там можно посмотреть. Да. Вот. Но опять же, что касается получения квалифицированного инвестора статуса. Это формальное будет обучение. Ничего вам учить и сдавать не нужно. Но для того, чтобы в будущем разбираться в целом. Расти на этом рынке. Вам, конечно, желательно все это изучать, читать. Кто не хочет, они, конечно, копируют сигналы и просто покупают. Кто не хочет вообще этим заниматься. Они дают деньги мне на раскрутку депозита. Или участвуют в схваченных наших. И так далее. Но если вы хотите нормально расти в этом направлении. Хотите зарабатывать. Здесь возможностей очень много. Но здесь, конечно, очень много работы. Поэтому если хотите расти в этом направлении. Вам нужно читать и углубляться. И познавать. Ну, кому-то интересно, конечно. Есть разные инвесторы. Есть кто хочет расти в этом направлении. И работать в этом направлении. А есть просто инвесторы, которые хотят просто получать прибыль. Готовы платить за эту комиссию. Вот. Ну, статус сертифицированного инвестора. Это просто формальное обучение. То есть вам не нужно, конечно, там сдавать экзамены. Их там 700 вопросов, по-моему, что ли. Что-то такое. То есть это проходит за две недели формально. Нет, Глеб, ты немножко ошибся. Там более 2000 вопросов. А, вот. 2000 вопросов. Это, конечно, вообще колоссальный труд. Вот. Но для дальнейшего, конечно, роста материалы вам в сети предоставятся. Вы можете все это изучать. Разбираться. Кому это интересно, конечно, вы можете это все делать. Вот. Будет это все в записи? Да, да. Я запись сделаю. Запись будет. А то связь периодически пропадает. Да, запись будет. Значит, сейчас я еще раз подведу. На следующей неделе, 30-31 числа, я жду от всех, кто хочет принять участие в конкурсе трейдеров. Это может кто угодно принять участие в нем, новичок, опытный и так далее. С любым балансом. Хоть 100 рублей, хоть 1000 рублей. Неважно абсолютно. Значит, 30-31 числа вам необходимо подать заявку на участие в конкурсе, прислать скриншоты личного кабинета. То есть выполнить все пункты, которые были в условиях. С 1 февраля стартует конкурс на месяц. Это лучший трейдер месяца. Вы можете заявку подать на все конкурсы, на один месяц, или на полгода, или на год. Можете участвовать во всех этих номинациях. Значит, с 1 февраля стартуют все три номинации. Но в феврале будет номинация лучший трейдер месяца. Значит, итог будет по итогу месяца, по прибыли на депозит. Сколько вы заработали прибыль на депозит? У кого будет больше всего прибыли, независимо от баланса, просто прибыли, именно процент на прибыли, тот получит приз. В феврале это будет 10 тысяч рублей. По итогу месяца, если не ошибаюсь, это 30 тысяч рублей. По итогу полугодия это 30 тысяч рублей. По итогу года, то есть это к концу 2021 года, третья номинация получит приз 50 тысяч рублей. Кто хочет участвовать бесплатно, по желанию, на любой баланс, для новичков, для опытных, до 30-го числа вам нужно заплатить заявку. 30-го, 31-го нужно присылать скриншоты и выполнить все условия, которые там необходимы для старта 1 февраля. Глеб, а есть уже открыты позиции? Неважно, абсолютно. 30-го числа будет конец месяца января. Соответственно, у нас будет зафиксирована сумма, зафиксирован депозит, зафиксирован, сколько у вас открытой позиций. Соответственно, поэтому я и прошу все скриншоты, чтобы именно февраль был чистый у нас по депозиту, по проценту прибыли. Вот. У меня все. Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте. И на этом все сегодня. Да, Глеб, можно вопрос? Когда говорим о балансе от 2 тысяч, от 25 тысяч, это что имеет в виду? Свободные денежные средства на лицевом счете, без учета того, что акции куплены какие-то? Или это сколько всего крутится денег на этой бирже? Как это понимать? Тут нужно понимать, баланс у вас может быть любой на счету. Если вы открыли Freedom Finance, грубо говоря, любой брокер. Вы открыли счет. Вы можете балансы положить любой и торговать той суммой, которую вы хотите. Хоть 500 рублей, хоть 1000 рублей. Вы делаете конвертацию в доллары и покупаете на свой баланс, на свою сумму акции. Акции торгуются в доллар. Для того, чтобы вы хотите принимать, если вы хотите принимать участие в IPO и вы имеете статус квалифицированного инвестора, то для того, чтобы подать заявку на IPO, вам нужно иметь минимум 2000 долларов для подачи заявки. Значит, заявка подойдется в один день, потом второй день – это день тишины, когда пойдет подсчет всех акций. В третий день вам с этих 2000 долларов дают акции по вашей локации, по вашему рейтингу и сумма возвращается на баланс. У вас будет 1900 с копейками. Соответственно, для того, чтобы вы хотели подать заявку на следующий IPO, вам нужно добавить эту разницу, то есть докинуть до 2000 минимум, чтобы 2000 долларов подать на следующий IPO. Если вы хотите торговать IPO, а просто хотите торговать по сигналам, то вы можете торговать с любой суммой, которая вам доступна. – Понятно. Спасибо. – Пожалуйста. – По поводу квалифицированного инвестора, там был вопрос, сколько стоит у кого. Это у нас в общем чате есть Михаил Андерцев, можно к нему обратиться. Стоимость сейчас 35 тысяч. И все вопросы можно задать ему. Он ответит в личке. – Да, он есть в Телеграме. И, соответственно, вам там 35 тысяч рублей стоит получение. Порядка двух недель-месяца вы его получите. В электронном виде. Его загрузить во Freedom Finance. И там потом он вам высылает оригинал почты. Курьером почтой он высылает оригинал. – Там еще вопрос был, Глеб. А у тебя свободное и личное время-то есть? Ты столько работаешь. – Да. В группе новости у меня забиты на неделю вперед. Новости утренние. Я просыпаюсь, чтобы загрузить свой мозг. Я загружаю новости утренние в группу. Потом в течение дня занимаюсь своими текущими вопросами. Как бы это не единственная моя деятельность. У меня еще строительство и другие проекты. Вот. Я занимаюсь другой деятельностью. Семьей занимаюсь. Ближе к пяти вечерам, соответственно, я начинаю уже смотреть портфель. Какие акции сегодня закрываются. У меня они закрываются ежедневно. Я собираю сливки, делаю перетрубацию. Если нужно срочно, если какие-то вот я нашел сигналы и нашли, будут ракеты, прям вот стрелять. Соответственно, я продаю какие-то там убыточные сделки. То есть я всегда говорю, что пока вы акцию не продали, убытка у вас нет. Просто нужно будет ждать времени, чтобы она отросла. Но я могу себе позволить закрыть, не ждать ее. Если я знаю, что сейчас какая-нибудь ракета стреляет, и я могу на ней заработать. Это раз. И во-вторых, я могу заработать на скальпинге. То есть если мне нужны свободные все акции, то есть я деньги раскрытал по акциям, но мне нужны деньги на скальпинг. Соответственно, я продам верхние прибыльные позиции, все позакрываю, чтобы был баланс. И заработать, опять же, на скальпинге за вечер тоже денег. На выходных я обычно делаю мониторинг на неделю вперед по сигналам. Какие будут сигналы, что ожидается, какие будут отчеты. То есть я это делаю именно на выходных. Поэтому времени, в принципе, хватает. По сути, нормально. Хотя жена говорит, меньше времени стало. Так, значит, что лучше, продать убыточную акцию или перезайти? Или ждать просто, когда она выйдет вверх? Значит, ну, частично я на этот вопрос ответил. Опять же, я говорю, пока вы не продали акцию, убытка у вас нет. Вот, поэтому можете... У меня есть вот одна позиция, в которую я влип. Вот, участвовал я в скальпинге и на фридном финансе. Он заглючил, я не успел ее продать, и она у меня ушла в минус. Вот, но я ее держу. Когда будет какая-то ракета, как бы, я ее держу. Если будет какая-то ракета, я ее продам. Или мне нужно будет еще деньги свободные на скальпинг. Я ее продам просто и перекрою этот минус буквально за вечер. Но пока я ее держу, она у меня блутыхается, и, как бы, ну, и хрен с ней. У меня, как бы, денег пока хватает. Вот, и поэтому я ее не закрываю. Поэтому убытка нет. Но как только я ее закрою, как бы, по ней будет убыток, но я его перекрою сразу же за один вечер. Значит... Ну, еще вот правильное распределение финансов. Вот, допустим, я с маленькой суммой, я распределяю финанс таким образом 30-30-40. То есть, если акции просели достаточно на минус 10... Да, я докупаю. Да, я просто докупаю. Таким образом, я быстрее выхожу из минусов. И я тоже никогда не ставлю ни стоп-лосс, ни тейк-профит. Я работаю по ситуации. Если вы влипли в какую-то, например, позицию, как бы, на сигналов, пока такого, слава богу, не было, весь прошлый год я их выставляю, торгую по ним, депозит у меня растет, стабильно растет депозит от 15% в месяц. Именно депозит. Не позиции в целом, а именно депозит. Он растет стабильно. Сигналы, как бы, идут хорошо. 92% закрываются в течение месяца. Вот. Но если вдруг, как бы, вы вошли в какой-то сигнал свой, или что-то решили попробовать, и вы влипли в какую-то ситуацию, у вас есть свободный денежный средств. Есть такой вот сайт, я вам тоже расскажу на следующем вебинаре, с фишками разными, да, которые помогают в торговле. Есть калькулятор у средней позиции. Здесь вы пишете начальную сумму, к которой вы вошли. Здесь вы пишете сумму, которая у вас получилась со сделки. Пишите текущую цену, которой сейчас торгуется акция, если она упала по рынку. И тут вы подбираете, соответственно, грубо говоря, пусть давайте возьмем. Я вошел в акцию по 2 доллара. Купил, например, там, 1000 долларов. Ой, вышла у меня сумма сделки 1000 долларов. Акция упала, грубо говоря, пусть будет на доллар с половиной. На доллар с половиной. Сколько мне нужно купить акции, чтобы усреднить позицию? То есть я вижу, что акция растет. А доллар 50, доллар 60, доллар 70. Соответственно, я покупаю на 1000 долларов, на 100 долларов. Цена у меня будет усредняться, да, получится уже не вход, не 2 доллара у меня будет, а 1.95. Если я куплю больше, например, на 1000 долларов, то есть еще столько же ввожу, у меня будет 1.75 позиция уже стоит. И я, соответственно, куплю еще на 1000 долларов, по 1500 рублей на сегодняшний момент. У меня позиция будет входа не 2 доллара уже, а 1.75. И вот когда она подрастет до сегодняшнего дня, до 1.75, это видно на инвестинге, вы заходите на инвестинг, есть здесь вот дневной диапазон, когда она минимальная и максимальная точка. Я вижу, что она касается, в принципе, этой позиции, я хочу усредниться, я усредняюсь, я скину эту позицию хотя бы без убыток, в ноль. И как бы заводу как страшный сон. А может быть, даже получится немного подзаработать, если она будет, например, чуть выше доллара 80 она будет. Я как бы немножко еще и заработаю. Вот. Это вот такие полезные сайты, полезные фишки, я их выложу на следующем семинаре, вебинаре. Вот. Помогать, ну, который помогает в работе. Глеб, ну, вот я с 25 ноября торгую, я посмотрел отчет свой, у меня за все время торговли только две убыточные сделки из 169. Вот, из 169. Не продавать, оставить их, оставить их можно было и ждать, а можно, в принципе, было продать и как бы крутануть эти деньги и перекрыть этот несчастный, там, две позиции. Они у меня минусовые получились, я их в ноль по рыночной этой закрывал, и они просто, рынок двинулся не в мою сторону. Там буквально один пункт всего. Поэтому они были минусовые. А так бы были все. То есть убыточных практически не было. Нет, я вот веду статистику, она есть в группе у нас, в группе вот август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь я еще не выложил, там просто было сигналов очень много, и времени, я что-то садился два раза подвести итоги, но столько сигналов просто, столько было всего, и руки пока не дошли. По статистике 92% акций закрываются в плюс, в первый, ну там, грубо говоря, часы и до месяца. 8% переходит или на следующий месяц, или какие-то можно закрыть без убыток, или закрыть с небольшим убытком, забыть про них, как страшен сон. Вот, но, как бы, 92% это говорит об этом, а много. Я приводил примеры, вот если брать стандартное IPO, то есть 3 месяца, да, вам дадут пару акций, вы получите, ну, 100 долларов, вы заработаете максимум. Я вот привел пример, вот с января, за 3 месяца, вот они, какие были сигналы. Я не брал сигналы, которые приносили 10-20% прибыли, до 100%, их очень много, их просто нереально много. Я взял от 100% и выше, вот они. Их дофига, то есть 300%, 350, 100, 200, 160, 400% прибыли. Даже если вы положили бы просто на счет банальные вот 2000 долларов, которые вы хотели бы поучаствовать в IPO, а распределили бы по этим сигналам, у вас было бы больше 4000 долларов. 3600 написано, потому что здесь было, когда я писал эту статью, последний сигнал был вот этот. А когда статья уже вышла, добавилось 2 новых сигнала, на этой неделе буквально они вышли. Я поэтому не делал перерасчет, не захотел время тратить, но было бы уже больше 4000 долларов. То есть больше 200% вы бы получили на депозит, не на позицию, как в IPO, на одну прибыль 200%, грубо говоря, а на депозит на весь, вы бы получили бы 4000 долларов. Поэтому мы торгуем вторичным рынком. IPO мы используем, да, а у кого есть деньги, возможности, квалифицированный инвестор, IPO можно использовать как доп. 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 Я видел, что там до какого-то января, это, по-моему, до 13-го, что ли. Не понял, еще раз вопрос. Это по поводу складчины, Глеб, от 2000 долларов. Клод от 2000 долларов, вот. Это еще вообще как, актуально или нет? Или через месяц? Вообще уже нет, вообще уже нет. Как бы мы уже закрыли эту лавочку, у нас есть уже сформированная команда из инвесторов, их там, по-моему, около 20 или что-то такой человек, вот. И они, мы уже как бы, потому что некоторые инвесторы задержались и торговали, добавляли, докидывали нам деньги еще в январе. Из-за этого мне приходилось перерасчитывать, менять таблицу снова, как бы это сложно очень. Вот. У них уже дорога, ракета запущена до 1-го декабря. 1-го декабря мы подведем итоги, кто-то может выйти с прибылью, кто-то останется со всей прибылью и деньгами дальше на следующий год, еще на год вперед. Может кто-то добавится. Ну, в принципе, как бы уже закрыта капсула. Это складчина закрыта? Еще раз. Это складчина закрыта? Да, да, да. Да, складчина. Мы запустили складчину. Я торгую как бы и сам, торгую крупным инвестором, у которого вход от 3 миллионов. Вот. Я им торгую. И у нас есть складчины. Ну, от 2000 долларов у нас вход. Вот. И, соответственно, вот мы собрали ее 1-го декабря, мы ее запустили. И вот уже скоро будет 2 месяца, как складчина зарабатывает. Просто скажи, какой результат у тебя получился. Первый месяц мы подбились, декабрь мы закрыли с прибылью 15% к депозиту. Январь еще не подбит, но будет тоже примерно минимум 15%. Потому что я там некоторые сделки позакрывал. Минусовые, немного подрезал прибыль. Ну, я вложился в очень 9 ракет это вложился. То есть это будет колоссальная прибыль, которая принесет 30-40% прибыли за месяц к депозиту. Поэтому я закрыл некоторые минусовые сделки, чтобы вывести деньги на эти позиции. Поэтому в январе я ожидаю, что прибыль будет примерно около 15% тоже. То есть у меня минимум 15% в месяц к депозиту ежемесячно. Поэтому у нас был старт в декабре 3,8 миллионов мы стартанули. К концу декабря мы сделали почти 600 тысяч рублей. Чистыми не играми. В январе, соответственно, тоже. Но тут идет сложный процент, потому что в январе мы начали там у нас побольше сумма с прибыли, да, вот с этими 600. Еще у нас там инвесторы добавились некоторые. уходящий поезд. В феврале это будет еще больше. То есть каждый доллар, вот эти 300 долларов, которые я положил на баланс, это я положил, просто закрыл одну сделку в пятницу, чтобы деньги были, хоть что-то показывать на терминале. Потому что так он у меня заблокирован без денег. А так у меня каждый доллар с закрытой позиции, он вкладывается, каждый доллар уже с прибыли вкладывается в новые сигналы, в новую прибыль. Я давал обещание такое, что для инвесторов делаю 150% в год, за год 150% для депозитов делаю. По факту получается больше, потому что каждый доллар в работе. Закрылась позиция, в новую вошли, закрылась позиция, в новую вошли. Поэтому там от 200% и выше получается. Именно так. А условия по управлению от какой суммы? То есть от 3 миллионов? Ну, от 3 миллионов вы мне напишите в личку, я вам расскажу. Там меньше процент, пониже комиссии. Ну, это уже в личку напишите, я вам расскажу. Так, еще вопросы по работе, по сигналам. Что-то еще есть? Было много новеньких у нас, которые вообще полный ноль, ничего не понимали. Уже более-менее понятно? Ну, вот как на Freedom Finance зайти? То есть надо сначала заявку подать и предоставить документы, которые они запусят. Вы регистрируетесь по той ссылочке, да, реферальной, как бы, если вам не сложно по реферальной ссылочке, регистрируйтесь, там предоставляете паспорт, они проверяют документы, активируют вам кабинет в течение 2-3 дней. Если никаких проблем нету, то на следующий день после регистрации кабинета доступа к кабинету на следующий день они вам дают полный доступ к торговле. Вы заходите, соответственно, во вкладку «Кабинет», «Денежные средства», «Пополнить счет карты». Нажимаете «Пополнить счет карты», здесь вводите любую сумму, какую хотите, нажимаете «Оплатить». Через пару минут сумма будет у вас на счету, вы заходите во вкладку «Торговать» обязательно, опускаетесь в самый низ, и здесь будет вкладка «Доллары», «Рубли-доллары». В рублях у вас будет ваши доллары, на которые вы пополнили, доллары у вас будет ноль. Нажимаете кнопку «Обмен». Нажимаете кнопку «Обмен». Здесь, значит, соответственно, нажимаете «Купить», «Макс», у меня рубля просто нет, у вас будут доллары. Нажимаете «Купить», дальше вот кнопку «Приказ выставить», и у вас на балансе появляются доллары. После этого вы уже можете торговать на Freedom Finance акциями, которые заканчивают на СПБ. А сразу доллары заводить, выводить, если есть долларовый счет? Это возможно, вообще онлайн-переводом это невозможно, не позволяет Центробанк, то есть закон в России такой, что вы должны переводить рублями. Но вы можете прийти в банк Freedom Finance, на их сайте посмотреть, где он доступен, есть в Москве, в Питере, в Краснодаре, еще в каких-то городах доступен. Вы можете туда в кассу прийти и долларами пополнить, и они вам заведут сразу доллары, или евро, что у вас там есть в наличии. И вам не нужно будет терять деньги на конвертации. А заранее их курс обмена можно узнать, чтобы сравнить с банковским? На их сайте. На их сайте. Да, можно, да? Да, на их сайте или же в кабинете. Вот сейчас курс 75,3 на выходные. Это курс продажа их, да? Да. И такой же сайт на курс у них есть на... Нет, там у нас у них есть небольшой спред между покупкой и продаж, где-то 50 копеек примерно, я так смотрел. Цена, потому что движется, Саша. Я заходил, буквально на днях я заводил сумму, нажимал, вот у меня инвестор зашел, я ему сказал, он меня запрашивает цену в личке, какая цена в данный момент курса, я говорю, 74,5, он мне переводит деньги на эту сумму, 74,5 по курсу. Я их завел на счет, пополнил счет, опускаюсь сюда, нажимаю кнопку продать, и в тот момент, когда нажимаю кнопку продать, цена на бирже изменяется, и она остается 74,9. Но я, конечно, не изменял, не начал переигрывать, потому что начинает... Не многие понимают, почему такая хрень, ты мне сказал 74,5, а потом 74,9, и сумма у тебя стала меньше. Поэтому я не заморачиваюсь, я ему фиксирую ту сумму, как я ему обещал, и все. Вот, разницу как бы со своего кармана перекрываю. Ну, она есть. То есть, цена на бирже меняется как... У них цена на бирже меняется как цена и акции в данный момент. Она может измениться за минуту. И поэтому вот есть такая вот разница. Да, там после точки идет 4 цифры, и вот эти 2 цифры последние не все время играют. Да, 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 да. И поэтому цена может поменяться буквально за минуту. Еще вопросы есть? А то мы уже с вами 2 часа сидим. Спасибо. Надо осмыслить то, что сейчас уже получили. Запись я сохраню, выложу ее на YouTube, загружу. Можно будет пересмотреть, просмотреть, еще раз прослушать все вопросы, которые обсуждались и рассматривались. Вот. И будут еще, наверное, пару вебинаров для новичков, а дальше уже будут вебинары для фишки. мы сделаем, вебинар мы сделаем по интерактив брокерс, сделаю вебинар по скайпингу, то есть более-таки серьезные продукты. Вот. В ближайшее время сделаю чат по скайпингу по обучению отдельный. Вот. Поэтому как бы максимально все выкладываю. Следите, подписывайтесь, торгуйте, зарабатывайте с нами. Спасибо. Все, большое спасибо, Глеб. Спасибо. До свидания. Всем до свидания. Всем пока. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, Глеб. Пожалуйста, пожалуйста.